Здравствуйте, ребята. Тема сегодняшнего урока – форма для ввода данных SQL. Итак, цель нашего урока – это научиться создавать формы для ввода данных. Давайте разберемся, что такое форма SQL или что такое в принципе форма. Форма – это инструмент базы данных, при помощи которого можно создать пользовательский интерфейс взаимодействия с базой данных. Форма напрямую связана с базой данных, например, с таблицей или запросом. Формы позволяют выполнить проверку корректности вводимых данных. Например, допустим, вы регистрируете электронную почту. Перед вами есть поля – фамилия, имя и ваш email. Если вы введете email, который уже имеется в базе данных, то форма предупредит вас о том, что данный email уже существует и вам нужно ввести другой. Форма для базы данных SQL может создаваться при помощи любого инструмента создания графического интерфейса. Например, интегрированная среда разработки Lazarus. А теперь давайте просмотрим фрагмент, в котором демонстрируется пример создания формы при помощи СУБД Microsoft Access. Продолжаем работать с нашей базой данных библиотека. В этом уроке речь пойдет о формах, но прежде чем создать первую форму, давайте определимся с понятием формы в программе Microsoft Access. Форма – это еще один объект в базе данных, с помощью которого мы можем добавлять, редактировать или отображать данные, которые хранятся в нашей базе данных. В программе Access есть два основных способа создания любой формы. Это с помощью конструктора форм и с помощью мастера форм. В этом уроке я подробно разберу второй вариант – это создание формы с помощью мастера. Как вы уже поняли, чтобы создать форму, нужно перейти на вкладку «Создание» и выбрать пункт «Мастер форм». Появляется вот такое окно, где в выпадающем списке мы выбираем тот объект, поля которого будут ображаться в нашей форме. Обратите внимание, что форму мы можем создавать не только по таблицам, но и по запросам. Мастер форм нам это разрешает делать, но исходя из собственного опыта, рекомендую все-таки создавать формы исключительно по таблицам, а на основе запросов мы будем создавать отчеты. Но об отчетах мы поговорим в следующем уроке. А пока вернемся к формам. Предположим, нам нужно создать форму для для добавления новых данных в таблицу книги. Для этого выбираем таблицу книги, далее выбираем все доступные поля, нажимаем «Далее». Здесь мастер предлагает выбрать четыре варианта представления нашей формы. Это в один столбец, ленточный, табличный, выровненный. Я рекомендую остановиться на первом варианте и нажать кнопку «Далее». Имя формы оставляем книги и нажимаем «Готово». Перед нами пример самой простой формы. Внизу у нас расположены кнопки навигации, но рекомендую сразу установить свои собственные кнопки для перехода между записями. Для этого щелкаем правой кнопкой по нашей форме, выбираем режим «Конструктор». Здесь немножко опускаем область данных, удлиняем ее. Далее идем на вкладку инструментов, выбираем пункт «Кнопка» и щелкаем на нашей форме. Выбираем категорию «Переходы по записям», «Предыдущая запись». Нажимаем «Далее». Здесь мы можем выбрать либо текст нашей кнопки, либо рисунок. Я предлагаю ставить рисунок и нажимаем кнопку «Готово». Готово. Позравняем по сетке нашу кнопку. Также добавляем вторую кнопку. Также рекомендую сразу создать кнопку «Выхода из формы». Здесь выбираем категорию «Работа с формой», «Закрыть форму». Готово. Также рекомендую сразу создать кнопку для добавления данных в нашу таблицу. Опять щелкаем по кнопке, выбираем «Обработка записей», «Добавить запись». Далее здесь, допустим, выберем текст. Готово. Вот у нас появилась кнопка «Добавить запись». Переходим в режим формы. Правая кнопка «Режим формы». Проверяем, как работают наши кнопки. Они переходят назад-вперед. Кнопка выхода закрывает нашу форму. Так, теперь попробуем добавить новую запись в нашу таблицу. Для этого нажимаем кнопку «Добавить запись» и здесь пишем, например, «Ночной дозор» автор Сергея Лукьяненко. Закрываем нашу форму, открываем таблицу книги и видим, что вот у нас добавилась новая запись «Ночной дозор» Сергея Лукьяненко. Так, закрываем нашу таблицу книги. Теперь создадим еще одну форму, где будет присутствовать вычисляемое поле. Для этого снова открываем «Мастер форм». Нам нужны поля наименования издательства. Для этого выбираем здесь таблицу издательства, выбираем наименование издательства, добавляем это поле. Далее нам нужно поле «Емейл», наименование книги. Выбираем таблицу книги, название книги и цена. Нажимаем «Далее». Здесь мастер предлагает нам создать форму вместе с подчиненной формой, но нам это в задании не нужно, поэтому выбираем вид представления данных книги и нажимаем кнопку «Далее». Здесь оставляем в один столбец и задаем имя формы «Цена со скидкой». Нажимаем «Готово». Чтобы добавить новое поле на форму, нужно опять зайти в конструктор. На панели инструментов выбираем пункт «Поле» и добавляем его на нашу форму. Здесь пишем название поля «Цена со скидкой». Подравниваем, чтобы симпатичнее смотрелось. Теперь выделяем наше поле «Свободный». Идем во вкладку «Данные». Если у вас вот этого окна нету, окно «Свойств», просто здесь вот на панели инструментов есть страница «Свойств». Нажимаете ее и оно появляется. Здесь мы должны перейти на вкладку «Данные», выбрать пункт «Данные». И вот здесь вот мы должны прописать цену со скидкой 7,5%. Здесь вот в этом столбце показаны все поля, которые расположены сейчас на нашей форме. Нам нужно поле «Цена». Выбираем поле «Цена». Затем вычитаем цену, умноженную на 7,5%. Это где-то 0,075. Нажимаем «Ок» и смотрим нашу форму. Переходим в режим формы и видим цена со скидкой 323,75 рубля. Давайте проверим. 350 минус 7,5%. У нас получается 323,75 рубля. Так, ну видите, у нас здесь формат неденежный. Для того, чтобы поменять формат, мы снова возвращаемся в наш конструктор, выделяем опять поле, возвращаемся на вкладку «Макет» и где формат поля, мы выбираем «Денежный». Снова запускаем форму в режиме просмотра и видим, вот цена у нас теперь отображается в денежном формате. Закрываем эту форму. Еще один тип форм – это формы с подчиненными формами. Чтобы построить форму, обычно используются таблицы, связь между которыми один ко многим. Напомню, что у нас есть схема данных и вот у нас, например, издательство книги. Одно издательство выпускает много книг. Вот между вот этими двумя таблицами можно создать подчиненные формы. Закроем нашу схему данных, перейдем в «Мастер форм», выберем таблицу издательства, выберем все поля, перевыберем таблицу книги, также выберем все поля, нажмем кнопку «Далее». Вот здесь опять нам «Мастер форм» предлагает вид представления данных подчиненной формой без подчиненной формы. Выбираем издательство, оставляем подчиненные формы, нажимаем «Далее», выбираем вид подчиненной формы «Табличный», нажимаем «Далее». Здесь имена оставляем такие, как нам предлагает мастер, нажимаем готово у нас появляется наша форма вот наша подчиненная форма переходим в режим конструктора так окно свойств я пока закрою допустим вот это описание поле мы можем удалить смело перетащить подчиненную форму растянуть ее и снова запустить чуть-чуть подтяну чтобы лучше было видно так и запускаем вот у нас отображаются книги издательства exmo если мы перейдем дальше то отображаются три книги издательства россия и дальше три книги издательства издательства смоленск две книги издательства феникс возвращаемся режим конструктора делаем как я показал раньше кнопки перехода по записям предыдущая запись следующая запись кнопка выхода снова переходим режим формы и смотрим что кнопки у нас работают данные отображаются в виде главной формы и подчиненной формы еще раз повторюсь очень удобно использовать когда у вас таблицы имеют связь между собой один ко многим закрываем эту форму ну и давайте я вкратце покажу как создаются формы не с помощью мастера с помощью конструктора форум для этого выбираем пункт конструктор форум и у здесь у нас открывается обычно обыкновенная пустая область без заголовков без полей где мы сами наводим красоту сами добавляем данные которые нам нужны допустим нам надо добавить поля таблица читатель мы нажимаем пункт добавить поля нажимаем пункт показать все таблицы выбираем таблицу читатель и обычным переносом переносим те данные которые нам нужны, например, фамилия, имя, домашний адрес и номер паспорта. Поля перемещаются по полю так, как вам удобнее, как вам больше нравится. Когда мне не хочется каждое поле вот так вот двигать, я выбираю все поля, нажимаю правой кнопкой, выбираю макет и в столбик. И у нас вот так вот поля красиво в столбик аккуратненько преобразуются, расставляются. При этом не надо каждый раз двигать каждое поле, просто выделяем сразу всю эту конструкцию, и вот она передвигается очень удобно. Растягиваем где надо, переходим в режим формы, смотрим как это выглядит, снова возвращаемся в конструктор, добавим заголовок в форме, нажимаем инструмент надпись, кликаем по полю, набиваем читатели, увеличим шрифт правой кнопкой свойства. Вот здесь вот у нас есть размер шрифта, ставим 18, нажимаем Enter, так растягиваем, далее выбираем шрифт, пусть будет Arial, можно просто написать Arial, можно выбрать из выпадающего списка, нажимаем Enter, ну и выберем какой-нибудь цвет поинтереснее. Цвет текста у нас вот здесь выбирается, нажимаем на кнопку, выбираем цвет красный, открываем режим формы и видим, что у нас вот такая форма такого вида. Можем снова вернуться в конструктор, щелкнуть правой кнопкой, добавить цвет заливки, бледно-синий давайте выберем. Я обычно еще выделяю заголовки полей, выделяю все четыре поля, зажимаю клавишу Ctrl, выделяю все четыре поля, правой кнопкой цвет текста темно-синий и нажимаю Ctrl и делаю курсив. Снова добавляю кнопки перехода по записям, расставляю кнопки, удаляю неиспользуемую часть формы, чтобы она занимала меньше места и снова запускаю в режиме просмотра. Вот такого вида у нас получилось формы создавать ее с нуля через конструктор. Нажимаю Ctrl-S и сохраняю форму под названием читателя. Если вы меня спросите, как лучше создавать через конструктор или через мастер формы, то я рекомендую использовать мастер. То есть вы мастерам накидали нужные поля, потом они отобразились сразу с заголовками, с названиями полей, добавили кнопки и дальше уже, как вам больше нравится, вы просто меняете шрифт, добавляете различные элементы, цвет, какой вам больше нравится. В общем, здесь фантазия может быть безгранична. В принципе, это все, что я хотел рассказать. В этом уроке по поводу форм в программе Microsoft Access Ваша задача на сегодня – нарисовать пример формы для регистрации адреса электронной почты.